Ома Генна Тимиран Дайся, Генна Анджана Шалакая, Чак Шарун Мелитамина, Тас Маиш и Гравейна Маха. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Харе Кришна, дорогие преданные, доброе утро. Сегодня очень рады со всеми встретиться, для того, чтобы в очередной день соприкоснуться с какими-то духовными реалиями. Мы продолжаем изучать Бхагавадгиту, читая Чиритамриту. Так, мы читаем 18 главу. Так, мы, значит, вчера читали о разуме в страсти, о разуме в невежестве и о разуме в благости. Партха. Разум в невежестве принимает материальное за духовное и полностью объятой тьмой воспринимает все противоположное тому, как оно есть на самом деле. Дриттия Эдгара Ятти Монаха Паранендрия Крия Йогена Випхачарея Дриттия Сапартха Сатвикви. Дриттия Стойкость Решимость Яя Благодаря Которой Харая Те Контролируется Монаха Ума Прана Жизненной Силы Индрия Чуст Крия Деятельность Йогена Посредством Йогической Практики Ави Абхачаря Нья Непрерывной. Дриттия Решимость Сата Партха О Партха Сатвика В Гуне Благости. Решимость, благодаря которой человек непрерывно практикует йогу, контролируя свой ум, жизненную силу и чувства, О Партха, есть решимость в благости. Решимость, благодаря которой человек непрерывно практикует йогу, контролируя свой ум, жизненную силу и чувства, О Партха, есть решимость в благости. Дриттия Дхарма Кам Артхан Дриттия Дхара Эти Эрджуна Прасангина Халак Шангши Дриттия Сапартха Раджаси Яя Которая Кту Но Дхарма Обретение Плодов Мирской Религиозности Кама Удовлетворение Чувственных Желаний Артха Увеличение Благосостояния Дриттия Решимость Дхара Эти Обращена Арджуна Арджуна Прасангин Касангина С привязанностью Пхала Акангши К результатам таких трудов Дриттия Решительность Сата Партха Партха Раджаси Гуни Страсти Но тот Партха, кто решителен в стремлении обрести плоды религиозности, накопления богатства, наслаждения чувств и привязан к результатам такой деятельности, обладает решимостью страсти Но тот Партха, кто решительно в стремлении обрести плоды религиозности, накопления богатства, наслаждения чувств и привязан к результатам такой деятельности, обладает решимостью страсти Партха, кто решителен в стремлении обрести плоды религиозности, обладает решимостью страсти Мадам, опьянение, иллюзия, гордость Эвача и также Нане Вимучанти помогает преодолеть Дурмедга неразумная, бестолковая Дритти решимость Сата Талмаси в гуне невежества Мата известна А решимость глупцов, которая не помогает преодолеть сон, страх, скорбь, угрюмость и заблуждение является решимостью в невежестве То есть Мы сейчас рассмотрели три вида решимости в разных гунах Нужно понять, что это находится в гунах материальной природы Как в решимость благости, так как гуна Как в решимость страсти, так и в решимость в невежестве На самом деле, с абсолютной точки зрения, они находятся в рамках этого материального мира И если они не имеют ничего общего с преданностью То на самом деле, даже решимость гуне благости, она бессмысленна Почему? Потому что рано или поздно Человек, находящийся решительно действуя в гуне благости Если он добивается каких-то отличных от преданности результатов Постепенно он все равно попадет под влияние гуна страсти и невежества И опять окажется в этом проговороте То есть нужно понять, что в этом мире гуны, они постоянно меняют друг друга И мы можем, конечно, сравнивать их между собой Гуна невежества, это совсем плохо Лучше находиться в гуне благости Но мы всегда повторяем, и вчера это очень много об этом читали Что самое главное, это подняться над гунами материальной природы Потому что так или иначе гуны, они будут постоянно сменять друг друга Там человек может один день находиться в невежестве, другой день в страсти Третий день в благости находиться Может всю жизнь находиться в невежестве Какую-то жизнь в страсти, а потом жизнь в благости находиться Это все относительно, потому что это находится в рамках этого материального мира Сукхам Туа Иданим Тривидгам Шринуме Бхаратар Шабха Абхясатрамате Ятра Духхантам Ча Нигачхати Ятат Агревишам Эва Паринамем Риттопапамам Тат Сукхам Сатвикам Проктам Атмабудхи Прасададжам Сукхам Счастье Ту Иданим А теперь Тривидгам О Трех Видах Шрину Услышь Ме От Меня Харатар Шабха Лучший Из Барат Абхясат Благодаря Непрестанной Духовной Практике Рамате Наслаждаясь Ятра Котором Духха Страдание Антам Прекращение Ча И Нигачхати Достигается Ят Которое Тат То Агре Вначале Вишам Ят Ива Как Паринаме Впоследствии Амрита Нектаром Упамам Подобно Тат То Сукхам Счастье Сатвикам Гуни Благости Проктам Провозглашается Атма Направленному На Постижение Своего Я Будхи Разума Прасада Благодаря Джам Рожденное Лучший Из Бара Теперь Выслушай От Меня О Трех Видах Счастья Той Из них Которое Достигается Благодаря Непреклонной Духовной Практике Освобождает Душу От Всех Страданий Сначала Оно Подобно Яду Но Впоследствии Становится Нектаром Оно Известно Как Счастье В Благости И Обретается Благодаря Разуму Направленному На Духовное Самоосознание То есть Все Что Связано С Духовными Практиками Оно Вначале Подобно Яду Потому Что Нужно Преодолевать Какие-то Аскезы Какие-то Лишения Почему Потому Что Например Сознательный Пост То Есть Человеку Не Нравится Поститься Но Когда Он Постится И Выходит Из Поста Он Чувствует Прилив Некого Счастья Некого Нектара Человек Он Очень Многие Вещи Начинает Осознавать Его Разум Ум Сознание Все Очищается Тело Очищается И Человек Он Можно Сказать Начинает Даже Дышать То Есть У Него Приходит Такое Естественное Счастье Все Приходит Через Аскезу То же Самое Успевание Святых Имен Это Можно Сравнить С Тем Что Происходит Процесс Очищения Очищение От Грязных Мыслей Тоже Сначала Это Подобно Яду Это Очень Тяжело Переживать Все Это Но Когда Ум Сознания Очищается Приходит Радость Приходит Счастье Так Ну На этом Мы Боговат Гиппи Сегодня Читать Закончим Завтра Продолжим Если Есть Какие-то Вопросы Можно писать Спрашивать Так Мы Продолжаем Читать Практика Преданного Служения Мы Сейчас Остановились На том Что Что Такое Рогануга Бахта Рогануга Бахти То есть Практика Спонтанного Преданного Служения Совершаемого Любви Господа Практика Рогануга Бахти Делится На Внешнюю И Внутреннюю Осознав Себя Зрелый Преданный Внешне Ведет Себя Как Неофит То есть Соблюдает Все Правила Шастер Особенно Те Что Касается Слушания И Воспевания Но В Мыслях В Своем Изначальном Чистом Состоянии Полностью Сознавая Своё Вечное Призвание Он Служит Кришне Во Врендаване Особым Только Ему Присущим Способом Он Занят Этим Служением Круглые Сутки День И Ночь Сева Садха Карупина Сидха Карупина Чатрахи Тагавали Псуна Карья Враджа Вокану Саратага Возвышенный Преданный Склонный К Спонтанному Любовному Служению Должен Следовать За Определенным Спутником Кришны Во Врендаване Внешне Он Должен Действовать Как Преданный Занятый Регулируемым Служением Туда Как Внутри Должен Служить В Соответствии Своей Индивидуальной Духовной Природой Так Он Будет Служить Господу И Внешне И Внутренне Очень Важно Внешне Он Должен Действовать Как Преданный Занятый Регулируемым Служением То Есть Если Даже Мы Поднялись На Какой-то Возвышенный Уровень Все равно Мы Должны Продолжать Служить Не Бросать Выполнение Каких-то Внешних 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 Видов Служения Там Приходить на Араке К примеру Читать свою Мантру Изучать Писание Читать Потому что Если мы Будем Если Кто-то Будет Делать Так Думая Что Он Достиг Уже Преданного Служения То Возможно Он Действительно Достиг Преданного Служения Но Кто-то Достиг Каких-то Высот В этом Он Не Будет Показывать Это С Виду Он Будет Делать Это Внутренне А Внешне Он Будет Продолжать Делать То Что Положено Внешне Делать И Это Один Из Принцев Ради того Чтобы Не Смущать Умы Других Людей Чтобы Другие Не Пытались Подражать На Трансцендент Уровень Легче Всего Выйти С Платформы Благости Или Нет Разницы Но Это Нужно Понять Что Не То Что Легче Или Труднее Это Происходит Так Или Иначе По Милости По Милости Господа По Милости Вуру По Милости Вайшнау И С какого уровня Мы Придем К Трансцендентному Трансцендентному Уровню Это Вопрос Индивидуальный Но Как правило Как правило Все происходит Постепенно То есть Сначала Человек Он Избавляется От Невежества От Какого-то Такого Сонливого Состояния Склонности Употреблять Одурманивающие Вещества Потом Человек Начинает Работать Ради Каких-то Вещей Может быть Может Сразу В благость Потом Перейти Вот А потом Его Ум Успокаивается И он Сотачивается Исключительно На духовной Практике И тогда Из этой Области В принципе Если это Связано С преданным Служением Тогда Легко Ну Гораздо Легче Чем Из других Гун Перейти В трансцендентное Состояние Но На гуне Благости Тоже Можно Зависнуть То есть Если Мы Ну Пример Мы разобрались Что Очень Ну Это Приносит Некое Счастье Находиться В гуне Благости То есть Рано Вставать Там Совершать Какие-то Вещи Какие-то Анги Да То есть Какие-то Правила Предписанные То есть Приходить На арати Даже Да Все эти Как бы И делать Это только Внешне Без Преданности Господу Тогда Человек Может Надолго Зависнуть На этой Гуне И если Опять же Мы повторим Если нету Преданности То человек Он Склонен Все равно Рано или поздно Попадать Подлияние Гуны Невежества И страсти Таким Будет Опять Падение Таким Будет Опять Совершаться Падение Поэтому Самое Главное Это Выйти Из Подлияния Всех Трех Гун Материальной Природы Вот А это Возможно Исключительно По милости По милости Свыше Ниджабхишта Кришна Приштха Пачхитавагия Нирантара Севакари Антармана Хана Воистину Обитатели Вриндавана Очень дороги Кришне Если человек Стремится К спонтанному Любовному Служению Он должен Идти По стопам Жителей Вриндавана И в мыслях Постоянно Служить Кришне Воистину Обитатели Вриндавана Очень дороги Кришне Если же Стремится К спонтанному Любовному Служению Он должен Идти По стопам Жителей Вриндавана И в мыслях Постоянно Служить Кришне Кришнам Смаранам Янам Часья Прештхам Ниджасам Михитам Тататкатха Раташ Часав Куретвасам Враджи Садам Преданный Должен Всегда Размышлять О Кришне И избрать Своим Идеалом Одного Из дорогих Кришне Преданных Во Вриндаване Он должен Постоянно Слушать Рассказы Об этом Слуге Кришны И его Любовных Взаимоотношениях С Кришной Следует Поселиться Во Вриндаване Если Физически Это невозможно То нужно Жить там В своих Мыслях Но Мы еще раз Оговоримся Что Вот эта Практика Она Это Практика Спонтанного Преданного Служения Она Говорится Для тех Кто уже Достиг Некого Спонтанного Влечения Влечения К лилам Господа К играм Господа И Мы не можем Этой ступеньке Прийти Перепрыгнув Предыдущие Пока мы не очистим Свои чувства Пока у нас Есть привязанность К материальному миру Мы Не можем Так прям Сказать Что вот У нас Появилась Спонтанная Преданность Потому что Спонтанная Преданность Подданная Спонтанная Преданность Она характеризуется Непрерывностью И Мы Неоднократно Читаем Что Шидар Махараш Высказывается В своих Лекциях Что Что Когда Что Чтобы судить О том Что подданно Нужно Как раз Касался Этого момента Непрерывности То есть Ну Степередное служение Должно совершаться Непрерывно Если какие-то Перерывы Есть Отпланения В сторону Материальных Чувственных Удовольствий То Рано Говорить О каком-то Подлинном Прогрессе Вот Но когда Наша духовная практика Становится Непрерывной Когда мы Непрерывно Совершаем Наши действия То тогда Все возможно Это стих Так же Вашего Бахтира Самрита Синхо У Кришны Много разных Преданных Слуги Друзья Родители Возлюбленные Преданные Находящиеся По своему выбору В одном из этих Настроений Спонтанной любви Считаются Идущими По пути Спонтанного Любовного Служения О матушка Моя Девахути Олицетворение Спокойствия Мое Оружие Диск Времени Никогда Не поражает Тех Кому Я Очень Дорог Те Для Кого Я Сверх Душа Сын Друг Дух Он Учител Доброжелатель Объект Поклонения И желанная Цель Поскольку Преданные Вечно Привязаны Ко мне Силы Времени Не властны Над ними О матушка Моя Девахути Эти слова Сказаны Капива Девой Своей матери Девахути Вошли В Шримад Багават Третью песню Капива Дева Учил Свою мать Науке Самхи Йоги Но в этом стихе Говорится о важности Бахти Йоги Позднее Атеисты Создали Подделку Подсанху Йогу Основоположником Их систем Является Другой Капива Капива Дева Риши Капива Дева Есть Капива Дев Капива Дев Капива Дев Это Аватар Господа Который Пришел С определенной целью Дать Духовную науку Самхи Йоги А есть Капива Дева Атеист О матушка моя Девахути Олицетворенное Спокойствие Мое оружие Диск времени Никогда не поражает Тех Кому я очень дорог Тех Для кого я Сверхдуша Сын Друг Духовный учитель Доброжелатель Объект поклонения Желанная цель Поскольку Преданные Вечно привязаны Ко мне Силы времени Не властны Над ними Диск времени Оба моих Родителя Перестали Со мной Общаться Из-за того Что я иду По духовному Нетрадиционному В кавычках До России Пути Как к этому Их поведению Мне относиться Ну В первую очередь Не нужно им Не нужно им Агрессивно Проповедовать То что Вот Что-то доказывать Что вот Наш путь Лучше Или Он хуже Нужно просто Все что Скасается С сознанием Кришны Лучше Мама Мама Нужно Нужно понять Что Прохладу Махараджу Отец Он Вообще Пытался Убить Уничтожить То есть Вопрос На каком уровне Родители Находятся Если Это Происходит На процессе Нашего Испытания На самом деле Вопрос Он касается Почти всех Почти всех Преданных В частности У меня Был Такой Тоже Вопрос Может быть Он был Не в такой Жесткой Форме Вот Но Отец У меня Он Довольно-таки Скажем так Агрессивно Относился Тоже Он Постоянно Говорил Это же Не наше Это все Какая-то Секта Куда ты Все это взял Как бы Ваши книги Они неправильным Языком Написаны Вот И Ну я пытался Очень долгое Время проповедовать Ему там В течение Наверро Года Может быть Двух Но он вообще Не слушал меня То есть Он Постоянно Как бы Так вот Очень резко Оборвал Потом Вот Мой Как-то Отец Жил В деревне Мы Вот С моим Другом Шобаной Мы приехали Туда В деревню И Отец Он Он Приспискальный Человек Просто Многим Людям Ну Непонятно Слова Просто Когда люди Сталкиваются С незнакомыми Словами Их это Раздражает На самом деле Они Хотят сразу Отрешиться От этого Сказать Что это вообще Не наше И что это Такое Все незнакомое Он Что там Происходило Дальше Родители могут агрессивно находиться И что нам делать? Во-первых, мы должны молиться за них Мы не должны, я так понял, что дети Вот своим детям обычно это очень сложно Потому что родители Они считают детей Своей собственностью В некоторых случаях В других случаях они считают, что Они так и остаются маленькими детьми И ничего не могут им толком рассказать Ну, разное восприятие Кто сколько вложил Либо вообще, ну, бывают крайние случаи Что родители просто демоны Ну, я думаю, что если Родители искренне православные Искренне православные, не фанатики То они примут И сознание Кришны, потому что Вопрос времени Если мы будем просто, ну, относиться К ним как к родителям Не затрагивая Какую-то духовную, религиозную тему Не затрагивать эту религиозную Духовную тему То Со временем Особенно если просадом угощать Ну Что ему друг говорил Ну, понимаете, в чем дело Наша задача научиться Проповедовать простым языком Не нужно говорить какие-то заумные вещи Нужно в первую очередь Поинтересоваться Поинтересоваться вообще Ну, заботами этого человека То есть понять, на каком языке он говорит Ну, немножко с ним просто поговорить В данном случае Ну, просто Шобан Он такой человек Он просто говорит по душам Он там не вылезает В какие-то такие Глубокие духовные Темы с самого начала Хотя он знает очень многие Духовные вещи Вот Но Сначала он говорит Какие-то простые вещи Обычно Ну, говорил Или говорит сейчас тоже Вот И когда Ну, человек Он начинает вдохновляться Тогда можно сказать Что-то глубокое Ну, это, понимаете Это Ну, целое искусство Общения с различными людьми Потому что нет такого человека У которого Сердце Не жила в скрытом виде Любовь к Господу Просто проблема в том Что Все это В настоящий момент Для многих из нас Оно Запечатано Запечатано За невежеством За страстью За разными пороками За разными привязанностями Куча разных Сущностей у нас живет Которые Ну, мешают нам воспринимать Они нас тянут Это Все связано С грубым телом И с тонкой Ментальной системой Очень много К чему мы привязаны Очень много шаблонов Которые мы получили Очень много Стереотипов На которых Завязаны люди Эти стереотипы Все Ну, так просто Они не уйдут Из человека Понимаете В чем дело Это же Ну, рождение В определенной области Воспитание В соответствии С определенными традициями Все это сказывается И поэтому Ну С одной стороны Это все Как бы Печально Да Но с другой стороны Это имеет Мы должны Увидеть в этом Радостную суть Что Если мы увидим Что за всем стоит Великий план Господа Великая лила Господа Мы поймем Что Нам нужно Не печалиться А нужно Понять Какое действие Мы должны Совершать Я вот Вчера приводил Пример Да Что Может быть Не на лекции Где-то я приводил Пример Вчера Что Ну, как-то Смотрел фильм И там Ну, какой-то Такой дурацкий фильм Это в молодости Был Про какого-то Боксера Которого посадили В тюрьму Вот А он такой Ну, позитивист был Да И Все унылые Там на каменоломне Хоть и камни таскали А он подумал Что это тренировка Для него Что вот я попал В тренировочный зал Где нужно просто тренироваться И он просто начал Эти камни Кирка Там все это Он в бунностроении Тренировки делал И потом он начал Ну, когда уже вышел из тюрьмы Он, соответственно Был великим спортсменом Ну, я даже не помню Там сюжет полностью Но смысл таков Что человек Он воспринял Негативные обстоятельства Как Как Удивительный Удивительный Способ Прогрессировать Ну, пускай на материальном уровне Да То есть он пытался добиться И удовлетворить свои амбиции Но мы же Идем по духовному пути Поэтому в нашем случае Это еще более актуально То есть Увидеть во всем Как способ нашей духовной практики Как оттачивание нашего Собственного духовного разума И нашего духовного сознания Ну, это же Ну, обычное дело То есть мы Разговариваем с человеком И наша первая задача Как проповедников Стоит не в том Чтобы переубедить человека Потому что Наша проблема Почему мы Настраиваем против себя Людей И Родителей И родственников В том числе Потому что мы пытаемся Им что-то доказать Потому что мы пытаемся Им Показать Что они дураки На самом деле Что вот мы Все поняли Что мы умные Что единственный путь Это сознание Кришны И что Нужно освободиться От череды перерождений Или еще что-то Ну, мы начинаем И для них Мы не говорим Абсолютную истину Мы говорим Мы просто умничаем На самом деле Понимаете В чем дело Вот И люди не любят Этого умничаем Потому что Ну, ложное эго Нужно понять У нас ложное эго У них ложное эго Все эти ложные эго сталкиваются И начинаются проблемы Поэтому Первая задача Это Убрать свое ложное эго И не пытаться Ничего никому доказывать Вот А пытаться понять Чем мы можем Вдохновить человека То есть То есть Наводить То есть Вот это Искренне Как Городев сказал Проповедовать Можно только в одном случае Если у нас есть Сострадание Сострадание И симпатия К тому Кому мы проповедуем То есть Мы должны Ну, во-первых Испытать чувство Сострадания Но не жалости А именно Сострадание Потому что Жалость Она может тоже Ну, как бы Человека унизить И он Может оскорбиться Вот Но мы должны Воспытывать внутреннее Сострадание Не показывая ему это И в то же время Мы должны ему Симпатизировать И человек Почувствовав эту Симпатию И Вольное участие Он может Ну, каким-то образом Постепенно Преобразиться Ответить нам тоже Поэтому Мы должны понять Дело не в том Что мы знаем философию Там Какую-то глубокую Хотя философию Мы должны знать Философия нам нужна Для того Чтобы мы сами верили Когда вера есть Уверенность есть В том Вообще Чем мы занимаемся Тогда Остается только Научиться Искусству Правильно Преподносить Эти вещи Я допустим Я допустим Вчера Ну Так случайно Посмотрел Такого профессора Неумывайкина Да Ну Он такой Профессор Заботится о здоровье Там Создал оздоровительные системы Мне Просто Этот ролик Случайно Выпал Меня просто Привлекла подача Как этот профессор Подает Материал То есть В нем В нем Он много Вещей говорил Которые Ну скажем Не вяжутся С сознанием Кришны Там И Что-то про мясо Хотя он Очень против мяса Но он определенным образом Что-то подает Но смысл в том Что его Его Мотивация Самое главное И пронизанная Его беседа с людьми Это помочь людям То есть Вот всеми способами Он видно Что он живет тем Что он пытается Людям помочь И вот Вот эта вот помощь Она вдохновляет На самом деле Понимаете В чем дело И преданные Они еще В гораздо большей степени Должны Жить вот в этом сознании С желанием Помочь Другим людям То есть Сострадание И симпатия Я подсадила Маму На духовные сериалы Она уже Магабхаруто Посмотрела И Ромаину Она просто сериалы любит Ну да Вот Можно разные способы Использовать То есть Нужно найти свой Какой-то Такой вот Неповторимый путь Потому что Всегда будет Индивидуальная ситуация Хотя в общем Она Ситуация Примерно Одна и та же Потому что У всех есть Ложное эго И все хотят Тем или иным образом В этом мире Наслаждаться И утверждаться Вот Но У всех есть Кроме ложного эго И проблемы В этой жизни И понимание Проблем И мысли о том Откуда все эти проблемы Берутся И попытки решить Эти извечные вопросы И ответить на вопрос В чем смысл В этой жизни У всех этот вопрос Задается Рано или поздно Поэтому мы Очень часто говорим Что Ну Кришнаиты Это кто такие Это люди Из последней инстанции Обычно К преданным приходят Люди Которым уже некуда идти Которые Полностью Исчерпали Своё желание Наслаждаться В этом мире Утверждаться И как правило Но Это касается Абсолютно и каждого Но Все постепенно Все по очереди приходят Кто-то Просто кому-то Уже поздно приходить И он не успел прийти Вот Но прийти К сознанию Кришны К сознанию Бога К сознанию себя И взаимоотношения С Господом Тремится абсолютно Любая душа Просто Мы должны помочь Людям найти Этот путь Показать По крайней мере Адреса Когда Та или иная душа Созреет Куда она может Прийти Рея Кришна Рамайну Как в поисковике Найти Какого года Фильм Ну Я не знаю Какую Есть разные Рамайны Есть старые Раманы Есть Ситарам Просто можно Набрать Ситарам И Там выпадет Сериал А по-моему 2015 Года Или 2016 Ну Не А 15 2013 Вот Мне подсказывают Вот Очень такой Хорошо поставленный Сериал Мне тоже Понравился Махараш Обязательно Родителям Проповедовать Мне Батя Сказал Секта Я решил Что если Секта То ну и ладно Живи Как хочешь Но Опять же Случай Индивидуальный Вот Но Мы даже Все равно Какое-то Сострадание К своим Родителям К людям Мы в первую очередь К родителям Должны Чувствовать То есть Мы в любом случае Как бы Сказал он Сектой Сказал Но Это Не Решает Его Права На то Чтобы мы Ему Когда-то Принесли Просад Поздравили С днем Рождением Или еще С чем-то То есть Ну Растопить Сердце Это наша Забота То есть То что Нужно понять Есть такая Пословица Из другой Области Да Что В проблемах Подчиненных Виноват Начальник Если Подчиненные Они Ну Агрессивные Если Они неправильно Себя ведут То Виноваты Не они А виноват Начальник Что он Не может Им правильно Объяснить Как себя Вести И То же самое Можно сказать Что В проблемах Детей Виноваты Родители Да То что Они не дали Им Но На самом деле Преданные Такие Личности Которые Ну Заботятся Обо всем Мире И Если в мире Проблемы То Преданные Берут на себя Эту вину То есть Как говорят Кто виноват Браманы Почему виноваты Браманы Потому что Это высшее Духовное Сословие Обязанность Духовное Сословие Дать людям Духовное Знание Чтобы люди Могли жить Гармонично И гармонично Устанавливать Свою Вечную Связь С Господом Если Этого Не происходит То виновата Духовное Сословие Поэтому Если мы Позиционируемся Как преданные Даже Практикующие Да Если Мы Взяли на себя Роль Помогать Людям Каким-то Да Не важно Даже Маленькую Роль Или большую Если мы Начали Воспевать Святое Имя Значит У нас Есть Какой-то Адхикар Да То есть Какое-то Духовное Положение Вот Пускай Маленькое Вот Но Если Кто-то Воспринимает Нас Как Секту Как Секту Виноват Не тот Человек Виноваты Мы Что Мы Не нашли Правильных Слов Чтобы Донести Этим Личностям И родителям В том числе Подлинной Сути Поэтому И это Творческая Работа Для каждого Из преданных У каждого Есть свое Кшетра Своё поле Деятельности Каждый Каждый Человек Он Находится В каком-то Своем Окружении И Господь Его не просто Поместил В это Окружение И в этом Окружении Каждый Из нас Он должен Найти Как Правильно Звучать Методы Могут быть Радикальные Понимаете От самых Благостных До самых Допустим Иисус Христос Он Не нашел Что лучше Сделать Как пожертвовать Своей жизнью Понимаете В чем дело Ради того Чтобы принести Людям благо Неизвестно Поэтому Мы должны Понять Что Изучая Жизнь святых Изучая Жизнь святых Мы многие Вещи Можем понять Каким образом Мы можем Проповедовать Кто-то Способен Как Вриндаун Даст Такур Заявить Что Я разобью Вам все Головы Своей ногой Но Это нужно Иметь Положение Определенное Отхикар Кто-то Наоборот Как Нитинанда Прабу Он Смиренно Катается Перед Людьми И упрашивает Людей Принять Имя Гауранги То есть Понимаете Да В зависимости От ситуации Мы должны Все эти вещи В первую очередь Считать Себя Ответственными То есть Взять на себя Ответственность Не искать Виноватых Винить людей Что они такие Плохие Не принимают Сознание Кришны Оно же такое Хорошее Это сознание Кришны Если мы Поняли Что это Сознание Кришны Прекрасно Если оно Удивительно То Следующий шаг Это найти Правильные слова Для того Чтобы Возвестить Об этом миру Возвестить Об этом Другим людям Но Не каждый Может всему миру Вещать Но по крайней мере Окружению В котором мы живем В первую очередь Наши родители Родственники Близкие Мы должны пытаться Сказать что-то Но если не получается Иногда Лучшие действия Это не делать Ничего То есть Просто ждать Может придется Год ждать Два года ждать Может быть даже не общаться Какое-то время Ну я часто говорю Вьетнамская поговорка Очень замечательная Любите людей Если не можете любить их Не общайтесь с ними Потому что мы не можем Общаться с людьми Если не любим их Вот А любовь это такое Оно приходит Бывает уходит Вот мы не святые То есть У нас Не всегда бывает такое Что мы всегда Вот любим окружающий мир Окружающих И когда мы не любим окружающих Нам нужно Немножко может быть Абстрагироваться И Не взаимодействовать С этим миром А когда придет Некое Подлинное чувство Чувство Желания Как-то помогать людям Тогда мы можем Сказать что-то им Если мы Чувствуем Что они услышат То есть Процесс Очень творческий И Каждому Из нас Это На самом деле Наша основная Духовная практика То есть Мы практикуем Воспеваемся То имя Что-то осознаем И потом пытаемся Рассказать Другим людям Ну хорошо Продолжим Позже Харихарая нама Кришна Ядавая намаха Ядавая тебе Ядавая нама Субтитры создавал DimaTorzok 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 как лучше улучшить Санкиртуна проповедь. Он сказал, единственный способ, которым можно это сделать, это повторять 16-го без перерыва. Очень важный момент на самом деле. Если мы слушаем Святое Имя, если мы погружаемся в Святое Имя со всем сердцем, Господь, Он постепенно в сердце открывает нам то, как мы должны себя вести, как мы должны говорить, что мы должны говорить. Санкиртуна проповедь. Продолжение следует... Шиман Махапрабху кий джай Джай, шиши Рада Кришна Гопи Гопи Нат Шяма Кунда Рада Кунда Гири Гвардхана кий джай Шутха Бахти Вигнавинаша Шинрисимха Дэв кий джай Бахта Прабара Прахлада Махарадж кий джай Туласи Махарани кий джай Ганга Ямунаджу кий джай Гран Тараджи Шимад Бхагутам Читане Чаритамрита кий джай Вишвайшнав Раджасабха кий джай Шичитане Срасват Матв кий джай Шидам Майпур кий джай Шидам Набадвиб кий джай Бриндавам Парушатам Дхам кий джай Бладеева Супхадра Джаганатха кий джай Самаэт Товарищ Наумандалу кий джай Самаэт Табахта Уринда кий джай Хариналам Санкиртана кий джай Джай, вишнападжи ва бахти Бималавадут Махараш кий джай Джай, вишнападжи ва бахти Супхиргасвая Махараш кий джай Джай, вишнападжи ва бахти Нирмала Чаря Махараш кий джай не сразу от матка чарел ринге киде я еще папе джерман прабу киде ящего бахти амрит махавир махарашки идея ящипа от бахти ашрайданди махарашки ящи мать и бахти валита дэви киде я лично патвий шварением сила чебах и дан с вами пропадки я вся слава всем преданным киде они арей кришна джай гурдев дандавады всем преданное харе кришна надеемся что днем встретимся сегодня боялись что не получится пообщаться потому что нас утром света не было вот но свету прямо перед программой перед общением включили так что будем надеяться не выключат сегодня вот поэтому продолжим читать рамайну вот вечером тоже надеемся встречимся всем дандавады харе кришна